Вы даже не представляете, что за видео вас сегодня ждет. Но что же посмотреть после него? Кстати! Кстати! Добрый вечер! Это Кстати! Новая интернет-передача с Азаматом Харламовым. А я? Головкот. Это Технолюкс с сочетанием в себе самых передовых технологий и роскошнейших материалов. Эту машину мы покажем бабушкам, дедушкам. Салон-бомба! Класс! Класс! Ну, понты! Дорогие мои, я приветствую вас на моем канале. И сегодня настоящий эксклюзив вашему вниманию. Hi-Fi Z. Таких машин всего 7 в России на данный момент. Ее как только не называют. Как прикосновение будущего. Машина с Алиэкспресс. Авторобот. Машина, в которой софт важнее, чем все остальное. И да, конечно же, это электричка. На Бугатти похоже. На Бугатти похоже? Просто человек поинтересовался, что за машина, что за такая красотка здесь стоит. Очень похоже на Бугатти. Я бы ее купил бы и подарил до тебя. Я до сих пор не могла понять, почему эта машина настолько сильно будоражит общественность, как китайскую, российскую, так и международную. Она не настолько быстрая, как Люсид Эйр. Она не первопроходец, как Тесла Model S. Так что в ней такого? Так я потом поняла, что это не машина. Это не автомобиль в его привычном для нас понимании. Это авторобот. И вы узнаете, почему. И я вам все очень наглядно покажу. В этом ролике мы покажем эту машину, передовую и настолько технологически напичканную. Это такой настоящий хай-тек в мире авто. Эту машину мы покажем престарелым людям. Бабушкам, дедушкам. Тем самым, которые наблюдали возникновение такой машины, как Lada Niva. И мне очень интересно посмотреть на их реакцию. Как они к ней отнесутся? С большим вопросом, недоумением или же, наоборот, с трепетом и пониманием, что да, вот, человечество идет вперед. И это круто. И это большой шаг для нас всех. Смотрите это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а мы едем дальше. Мы сейчас выйдем в город, но перед этим я хочу вам дать небольшую вводную информацию, чтобы вы понимали, что это за зверь. Стоит он в Китае 90 тысяч баксов. На наши деньги это 7,5 миллионов рублей. Здесь, в Москве, в России, его можно купить сейчас за 12 миллионов. Кстати, спасибо ребятам из LeoCard, что дали мне этого малыша на обзор. Прямую ссылку на них я даю в описании к этому видео. Проверенные ребята таскают тачки из Китая под ключ. Вот, обращайтесь к ним. Ставлю лайк. Скоро будет доставлен во Владивосток. Дальше уже отправим его автовозом. Снаряженная масса этого бычка 2,5 тонны. Хотя это седан. Я не видела в своей жизни ни одного седана, который бы весил 2,5 тонны. Вот хоть убейте. Вот там стоит гелик. Прикиньте его габариты. Вот он весит 2,5 тонны. И эта тоже махина весит 2,5 тонны. Но все потому, что это электричка. И у нее огромнейшая батарея. Стоковые тапки 22 диаметра. Мне очень нравятся эти колпаки. Они прям крутые. Что еще из интересного? Здесь у нас одна такая монолитная оптика. Сзади фонарь просто бешеный. Здесь у нас будет кадр, как он видится в ночи. Эта тачка совершенно новый класс авто. Как вы могли уже понять. Что это за класс такой новый? Это технолюкс. Сочетание в себе самых передовых технологий и роскошнейших материалов. Здесь материалы будут получше, чем в Майбахе. И в плане качества, и в плане качества отделки. Алькантара перфорированная. Кожа, напа, еще алькантара. Алькантара разных цветов. Я никогда в своей жизни не видела спортивные сидения сзади. Из полинских размеров подлокотник с центром управления. Хотите дверь закрыть? Не нужно тянуться сюда. У вас есть кнопка. Все. Алибидерчи. Закрываемся. Вот тот щепчик, это ледар. И он распознает все, что находится в 250 метрах от этой машины. Поэтому эта машина может ехать со спокойным автопилотом на ИЗе. Что еще интересно? У нее есть одна схожая особенность с Феррари Писта. А именно, вот такой вот воздухозаборник. То есть, если мы сюда польем водичку, она вылезет вот здесь вот. Ну, это, конечно, для аэродинамики. Хотя, вот насчет аэродинамики я бы хотела с китайцами поговорить. Зачем вам такие обтекаемые формы, если у вас машина не разгоняется больше, чем 200 км в час? А вы спросите, почему больше 200 она не гонит? Им это не надо. В Китае-то у нас ограничение скорости везде 140 км в час. А те, кто нарушает эти правила, отсечения головы. Поэтому этот малыш, он хоть и так прикольно выглядит, как ГТР, как такая супер какая-то спортивная навороченная тачка, но она не есть. Она едет со старта хорошо, 3.8 до 100, но как бы выше она... Блин, как пневмо все отрабатывает. Просто любую кочку схабает и не заметит. Это просто божественно. Мы сейчас заезжали делать фотку на обложку в гараже. Ну, вы знаете, какая там атмосфера творится в гаражах и насколько там классное дорожное покрытие, которого нет. Просто машина ехала, как будто она едет по немецкому автобану. Еще один момент, который в противовес тому, что у нее офигенное пневмо. Слышите вот эти очень прозрачные и неяркие звуки, но они все равно есть. Как будто тебя о чем-то предупреждают. Эта машина считывает, как и Тесла, всю разметку. И из-за того, что она ее считывает слишком хорошо, она тебе постоянно говорит, когда ты едешь не так, как ей нравится. А еще одно существо в твоей жизни будет учить тебя, как правильно ездить. И это не очень приятно. Пока на этой машине, из-за того, что она очень необычная, тебя все пропускают. Типа, сначала все озевают, смотрят, а потом такие, а, вообще, да проехать хотела, ну ладно, проезжай. И то есть эта машина имеет больше привилегий на дороге, чем тоже сам Герик, и это очень круто. Давайте затестим, что у него происходит спереди. На самом деле, я покаталась на этой машине уже два дня, и могу сказать, что эргономика просто потрясающая. Ты сидишь, как царь-барень тут, в своих хоромах, и это даже круче, чем Lucid Air, это даже круче, чем, я не знаю, Tesla Model X, которая очень вместительная и объемная. Эта машина реально сочетает в себе все самое лучшее. Блин, китайцы, на самом деле, они мега хитрые. Они такие, посмотрели, что происходит на рынке электрокаров, и такие, а давайте-ка мы подождем, не будем торопиться, выпустим все самое лучшее. Так и появилась эта машина, так и появился москвич, шутка. Есть ощущение, правда, что эта машина создана как такая игрушка для взрослого человека, еще более гипертрофированная, чем Tesla, потому что в Tesla можно как бы включить себе игру и поиграть как в приставку какую-то. Но здесь любое движение, которое ты делаешь, которое так или иначе связано с мультимедией, оно сопровождается каким-то очень странным звуком. Ощущение такое, как будто я просто в парке аттракционов сижу. Реально как будто я за каким-то сижу, блин, аппаратом, который должен мне выдавать тикеты, а на эти тикеты я должна покупать потом плюшевые игрушки. Очень мне нравится селектор КПП, вот эта вот хрустальная тема как в иксах, так и здесь присутствует. Потом они сделали дорогой матовый пластик. Не могу я привыкнуть к тому, что все на экране. Ну вот не могу, мне неудобно, но вот особенно если это на китайском. Короче, первые владельцы этих машин я вам реально сочувствую. Я вот от всей души вам сочувствую, потому что вам придется учить китайский язык, потому что первое время, я думаю, никаких прошивок на русском не будет. Здесь у нас, возвращаемся обратно, алькантара. В нее вплетены, вот видите перфорация такая, и видите, чуть-чуть как бы блестит. А я вам скажу, что блестит. Там вшиты тонкие нити со светоотражением, так они еще и какого-то зеленоватого цвета, что нереалко просто. Очень крутые контрастные ремни безопасности, они сочетаются вот с этой алюминиевой вставкой в сидушке. Подголовники у нас из алькантары. Но вопрос в том, насколько быстро это все испачкается. Мы же знаем, что белый цвет сам по себе очень пачкается, а белая алькантара пачкается еще быстрее. Прямо это такой вкусный, реально техно-люкс, хай-тек. Неудобно садиться, я уже не первый раз бьюсь, и это что-то значит. У меня рост метр шестьдесят семь, и по факту я не должна биться, но я бьюсь. Здесь у нас спортивные сидения и огромная панорамная крыша. Просто unreal, какая она огромная. Такое ощущение, как будто, ну, тебя ничего не отделяет от неба. Просто ты едешь в каком-то красивом, таком зеркальном стеклянном куполе. Чувствуется много воздуха. Когда в машине много воздуха, в ней приятно находиться. Ничего не давит, прям можно стоять в пробке часами. Где задумалась над нами огромная панорама. Она никак не закрывается, прям как, по-моему, в Люсиде то же самое. А, допустим, если ты живешь там в Сан-Франциско, либо в том же самом Дагестане, где солнце палит очень сильно, то что делать? Оно как-то защищает тебя от фиолета, и в салоне становится горячо. Мне прям кажется, что все равно, если машина постоит под солнцем так часа два-три под палящим, температура в салоне более-неволей поднимется. И здесь должен быть холодильник. Пожалуйста, пусть здесь будет холодильник. Ну ладно, на минималках. Тут не холодильник, конечно, на место для хранения, которое на секундочку сделано из пластика, да, но тут алькантара. А опять же, она перфорирована, и в ней есть вот эта вот какая-то зеленоватая подкладка. И еще очень красивая подсветка. Я могу петь оды этой подсветки, которая находится в этой машине. Но мы чуть-чуть попозже будем петь оды, потому что для этого нужно переместиться всем на время. Ну, то есть я не вижу вообще ни одного материала, который мог бы подходить под слово «дешман». Вот честно скажу вам. По сути говоря, за 90 тысяч баксов китайцы сделали реально вот машину премиум-класса, которая вообще может отзываться и на слово «майбах». А что могут предложить немцы за 90 тысяч баксов? Это что, 9 на 7? 9 на 8, окей. 7 за 7 миллионов, ну, ты купишь ешку, и что ты там получишь? Ну, это не «майбах» точно будет. Там материалы будут совершенно другие, и чувствовать ты себя будешь совершенно по-другому. Я вот вангую, что лет 5 нужно будет китайцам, чтобы завоевать авторынок. Конечно, она у нас уже грязноватая, грязнуличка такая, но цвет они очень хороший сделали. Подобрали такой цвет, что на нем особо грязь не видно. То есть он и светлый, но грязи не видно. Но здесь можно пикник устраивать и сидеть вдвоем, есть клубнику. Это прикольно. Как по мнению китайцев, мы должны открывать двери на их высокотехнологичных машинах. Во! Она открылась. До этого она не открывалась. Двери этой электрички оснащены сенсорами, которые реагируют на препятствия. И либо мы не разобрались, как кнопки правильно нажимать, либо вся эта канитель пока криво работает. Еще, кстати, здесь нет режима рекуперации. Было приятным открытием, что его здесь нет, потому что я очень долго привыкала к этой функции в Тесле. И несколько раз меня это чуть не убило, особенно зимой, когда она начинает тормозить, и у тебя колеса просто... И ты начинаешь только на льду лесгинку танцевать. А тут ты прям как на нормальном ДВСном автомобиле, просто давишь в тормоз, и он тормозит. Мне очень интересно, как на эту машину отреагируют люди 60+. Но если у меня как бы челюсть отваливается, то я хочу посмотреть вот на их какую-то реакцию. Это, мне кажется, будет прикольно. Не то, что прикольно, это будет... Интересно. Это интересно, и я прям горю. То есть мне прям очень... Я чувствую себя внучкой, которая показывает своему там дедушке либо бабушке эту машину. Очень удобно, что беспроводная зарядка находится прям под монитором. И монитор ее не перекрывает, и поэтому ты можешь положить телефон сюда, и как бы смотреть по навигатору, и что куда. Мы на локации, приехали во дворы. Здесь такой антуражненький лэндскейп. И прямо здесь мы будем показывать эту машину престарелым людям. Я думаю, что реакция будет очень многогранной. Захватите родителей там, бабушек и дедушек на просмотр этого видео. Я думаю, что их это заставит улыбнуться, и увидеть, что все, что не стоит на месте, идет большими шагами вперед. По крайней мере, в автомобилестроении. Здравствуйте! Меня зовут Ангелина, мы снимаем обзор на одну очень высокотехнологичную машину. Ирина. Очень приятно. Автомобиль китайский, я думаю, что даже не стоит смотреть. Почему? Ну, как-то не знаю, Китай не очень считает. Вот, я бы хотела спросить вашу реакцию по поводу этой машины. Китай за нас. Вот с чем эта машина у вас ассоциируется? Ну, с 21 веком, с концом 21 века. Космическая. А что она может вообще не летать? Показывать такие летающие машины. Ну, вот, как бы это может быть. Машина будущего как будто бы. С чем ассоциируется? Ну, если бы двигатель был сзади, она бы ассоциировалась с Ламборджини. Так, как-то вот есть такое зубилистое в ней. Ну, понты. Называется Hi-Fi Z. Хи-фи, 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 хи-фи или хи-фи. Хай-фай, хай-фай. Как вы думаете, сколько она стоит? Я не могу представить сколько. Я думаю, что очень дорого. Не знаю, ну, наверное, где-нибудь 10. Миллиона там 2-3 где-то, не знаю, 4. 2-3 миллиона? Ну, я не знаю. Ну, вы были близки, не хватает только 10 миллионов. 50. Сколько стоит? Ну, миллионов, может быть, 8. Ну, там, может быть, что-нибудь как-то еще какие-нибудь функции есть? Тогда, может, 15, да? Ну, 12 она стоит, но вы прям очень близко отгадали. Хотите посмотреть салон внутри? Давайте покажу. Конечно! Вы же в такую машину. Это в кое веки я ее вообще увидела первый раз. Как вы думаете, как она открывается? Есть кнопочка. Ну, это не эта кнопочка или эта? Это камера. Ну, пультик, значит, есть. Ну, тогда без вариантов здесь. Нажимаете, да, и отходите. Да, должна отъехать. Вау! Красота-то какая, а? Салон-бомба. Класс! Класс! Что первое бросается в глаза? Что бросается в внимание? Везде все видно. Ну, экран, естественно, бросается. Хороший вот этот вот, как это? Торпеда, да. И даже нету, видите, спидометра, тахометра, ничего нет. Ну, все здесь. Все так лаконично, да? Вот обычно как-то чего-то. Настолько все лаконично. Я привыкла, что тут в машину садишься, там целая приборная доска, как в самолете в последних моделях. Вы знаете, я на Феррари садилась. В Феррари? Да. Ничего. Вот машина красивая, все хорошо. Но вы знаете, очень низкая посадка. Это уже все? Это все, да. Считай, что ты лежишь. Спасибо. Крутая. Ну вот, видите, на какой крутой. Почитатели есть. Вот единственный, мне кажется, недостаток, что низкая посадка. Какие здесь фары, посмотрим. А, это стопоря такие. Да, это, ну, вся за него. Это видеокамера, вероятно. О-о-о-о. Красиво, красиво. Вы знаете, я человек прошлого тысячелетия и привык к нашим советским, российским внедорожникам. По бездорожью на ней не проедешь? Я восхитился, я восхитился. Но это скорее для моих детей. Наш москвич лучше? Нет. Нет. Производитель вот как-то меня не очень. То есть, в Китае это плохо? В Китае, да. Я лучше, чем в Москве. Ну, конечно. Я прям вижу, что эта машина вызывает у вас улыбку. Мне хотелось бы, чтобы такая машина была у моих детей, может, там, у внуков. Хотелось бы. Вы как поставите баллов из 10? Ну, вообще, я поставила бы 10 баллов. Но так как практичное, то, что сложно с деталями, я поставлю 8 полностью за машину. А по дизайну просто прямо супер 10. Сколько баллов даете из 10? 100. 100 из 10? Да. Ну, да, 10. Ну, 8. Не, ну, 10, 10 баллов. Как вы думаете, кто такой рядовой владелец этой машины? Ну, вот ребята с черными бородами. То есть, какие-то восточные, да? Да. Не, еще лейбу мерседесовскую привезли. Ну, явно не я. Ну, бизнесмены, наверное. Думаю, что молодежь. Молодежь. Молодежь, которая зарабатывает. Как вам тачка? Отлично. Кайф. А знаете, что это? А как она называется? Хай-фай. Подписывайтесь на блондинку Драйв. Эта машина, как вы поняли, никого не оставит равнодушным. И детей, и пожилых людей, и просто приезжающих мимо, незнакомцев. Все они реагировали очень позитивно. И, конечно, когда на твою машину так реагируют, ты заряжаешься этим позитивом, и это дико круто. И я считаю, что за это можно отдавать бабки. Меня удивило, насколько реакция пожилых людей была в положительном ключе. То есть, никто из них в агрессию не сработал. То есть, никто не сказал, вот наш автопром там лучше, зачем нам эти китайцы, блин, ввезенные. Нет, такой реакции вообще не было. Сказали, что за этим будущее, надо его принимать. Поэтому китайцам спасибо за такую классную тачку. Но хочется подчеркнуть несколько нюансов. Первая претензия. Камера заднего вида и камера 3060 работают с задержкой. То есть, это может привести к тому, что кто-то нечаянно въедет в столб, потому что камера, блин, медленная, и она не покажет вовремя опасность. Второй момент. Двери не открываются. Они должны полностью открываться. Я отхожу, да? И почему-то они не открываются. А я вроде как, ну, далеко отхожу. Можно и открыться. Еще один момент. Конечно, нужно доработать шумку. Шумка не такая хорошая, как в Люсиде. И четвертый момент. Пожалуйста, сделайте прошивку на русском. Я не хочу учить китайский язык, чтобы ездить на этой машине. А каждый раз лезть в гугл-переводчик, это не мой стиль. Поэтому, если вы солидарны с моим мнением, ставьте лайк. И если вам понравилось это видео, тоже ставьте лайк. Пишите свой драгоценный комментарий. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Я вас сильно обнимаю, сильно целую. Пока-пока. Комментарий. Блин, фары-то пекут. У меня булочка припеклась нормально.